Что-то давно я вас не приглашал в свою финскую провинцию, а вы ведь, как я помню, сюда так сильно напрашивались. Но на самом деле, чё тут делать? Тут ведь у нас день сурка, блин. Постоянно одно и то же. Сперва утро, потом день, потом вечер, потом ночь. Или это везде так? Шучу. Мы же с вами не снобы какие-то. Живём просто, но интересно. И я всегда рад вас здесь видеть, чтобы показать красоту душевную здешнего населения, хоть с самого утра. Хорошо. Это чё за фигня? Чё за бред? Да чё за дичь тут происходит? Чё здесь вообще случилось? Откуда, блин, столько хлама? А, я же вроде бы порядок в гараже наводил. Тогда понятно. Так, время шесть. А это значит, что сегодня пятница или воскресенье. Хотя, скорее всего, вторник, но это не отменяет моего выходного. Надо чё-нибудь пожрать. И попить чего-нибудь некрепкого. Утро же. Помню ещё, пока я сползать хотел. Заодно, чтоб время не тратить, можно и душ сразу принять. И постоять, подумать о чём-нибудь несложном, чтоб голова не заболела. Так, ладно. Хорош тут мокнуть. Я свежий, не голодный, настроение весёлое, голова не валит. Где-то моя прелесть, где-то моя адская бестия. Вот она стоит, взор мой ослепляет. Не зря, видимо, я художника начал поить до начала работы. Опа! Ты гляди, реально в гараже прибрался. Нафига, правда, в прибранном гараже ведь никогда ничего не найдёшь? Потому что всё в комнате. Ладно, надо чем-то заняться, пока не устал. Это кому чё от меня надо самого сранья? Надеюсь, это не соска элементы просить. Алё. Внучек, надеюсь, я тебя от д**ки не отвлекла. Да не, ба. Какая д**ка в 6 утра? Это хорошо. У тебя есть 10 минут, чтобы приехать ко мне. Понял. Рыбу с сосисками брать. Соски свои оставь. Мне колёса под жопу надо. Нет у меня никакой соски. Ща буду. Да, бабулька в последнее время совсем какой-то растерянной стала. И это не удивительно, она же старая, как лондонское метро. Того и гляди, жилплощадь освободит. Мне бы с ней, конечно, надо как-нибудь помягче обходиться. Сами знаете, какая у нас тут дичь порой происходит. За которую, конечно же, никто и никогда не отвечает. А если отвечает кто-то, то это я. От этого же бабуля переживать начинает, а иногда и стыдится за моё поведение. Прошу прощения. Вы принимали сегодня алкоголь за рулём? Нет. Хорошо. Можете ехать. Счастливого пути. В последний раз меня так вообще даже закрыли. Правда, я не понял, за что. Здравствуйте. Вы подозреваетесь в покушении на лося. Вы чё, телека пересмотрели? Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Мы говорим про ночь на дороге. Да я тогда вообще не при делах был, я мимо ехал, а лось уже лежал среди кучи машин. А кто-то там потом ещё и надругался над бедным животным. Ваши доводы приняты к сведению, но вы всё равно виновны. Присаживайтесь. Как-то так я оказался в четырёх стенах с двойной шконкой, стулом, столом, санузлом в этой же комнате и халявным, достаточно нехилым хавчиком, скажу я вам. В целом вышло, что данное заведение комфортом и чистотой не сильно отличалось от моей комнаты. Пока я там сидел, я много думал. Пизжу. Нифига я там не думал. Тупо жрал, спал, сал и всякое говно по телеку смотрел. Ладно, хоть недолго я там чарился и протоков себе набить не успел, а то бабушка этого явно бы не оценила. Короче, лучше ей об этой охотке вообще не знать. Не стоит ей переживать об этом. А вот и, собственно, сама бабушка. Надеюсь, ей не пришлось долго ждать. О, внучок откинулся. И даже тату себе не набил, лох. Ба, ты чё? И чё за говно у тебя из патефона шумит? Я же тебе нормальных дисков давала. Ба, извини, лоханулся. На дворе уже девяносто пятый год. Новая культура. Надо в ногу со временем идти, а ты как твой покойный дед. Лежит на одном месте и не развивается. Чё тупим-то? Поехали уже. Ба, а куда мы едем-то? Мы едем прямо пятьдесят, правые два, налево через железную дорогу. А вот это сейчас чё опять началось? Я не понял. Это наш путь начался, балда. Без бабушки даже на дороге доехать не может. Да не гони. Я так часто езжу. Так вот и езжай, а не ползи, как черепаха. Да я просто за твои кости старые переживаю. За свой социальный статус переживай, лошара. У всех внуки пацаны, как пацаны, на нормальных тачках ездят. А мой всё на какой-то телеге из-под лошади со стрёмной музыкой скот местный пугает. Да ладно тебе. Нормальная эта тачка. Надёжная, быстрая. Я на ней даже ралли вон выиграл. Ну да. В этом ралли мои одноклассники ездят, блин. Ты вон езжай к своим ровесникам на аэродром погоняй. Вот там и покажешь, какой ты крутой. Ладно. Посмотреть придёшь? Нет, внучок. Наверное, у меня не получится. Ба? Бабуля? Чё стряслось? Поехали лучше молча. Ну ладно. Бабуль, дальше куда? Сейчас поворачивай направо, а потом метров через пятьдесят налево. Там слева это... Церковь? Не понял. Моя бабуля реально, что ли, захотела жилплощадь освободить? А я-то думаю, чё она такая нервная сегодня? Вот только непонятно, она помирать собралась или просто помолиться? Бабуля, ну ты хоть намекни, нафига я тебя сюда привёз? Высади меня вот здесь вот, где должны быть ворота. И я там. Можешь не забирать. Стой, бабуля. Бабуля, постой, подожди. Так же нельзя, мы же родственники. Я же тебе рыбу с сосисками ввозил. Постой, бабуля. Ну ты хоть ключи от дома оставь. Да и пофиг, пойду лучше с местами побазарю. Давно уже никого не видел. Здорово, рад тебя видеть. Заверни мне, пожалуйста, поштучно 20 сигарет, каждую в отдельный пакетик. Пошёл на руя. Эм, чего? Пошёл на руя. Ладно. О, привет. Возможно, у тебя появятся новые клиенты. Я вчера ментам сказал, что ты недорого техосмотр продаёшь. Пошёл на хуй. В смысле? Вот так и помогай людям. О, дед, привет. Прикинь, той тюк, который я выронил год назад на дороге, до сих пор там валяется. Проезжаю и постоянно вспоминаю. Пошёл на хуй. Да чё не так-то? О, соска. Да, здорово. Я даже знаю, что ты мне сейчас скажешь. Пошёл на хуй. Спасибо, я пошёл. О, нифига какие люди. Ну чё, давай, ругайся. Здорово, братан. Как дела? Нифига себе. Чё у тебя с голосом? В смысле чё с голосом? Мы с тобой целое ралли проехали, а ты об этом только сейчас спрашиваешь. Эм, я думал, это из-за рации. У меня не было рации. Извини, что не предупредил. Ничего страшного, но я рад, что хотя бы ты со мной заговорил. Пошёл на хуй. Я вот одного понять не могу. Почему я ничего не понимаю? Короче, пора с этим всем завязывать и поступить так, как бабка велела. Поеду, блин, скатаюсь на этот аэродром и посмотрю, что за крутые чуваки там отжигают. Ух ты, а тут реально чё-то намечается. Ещё и вёдер непонятных понаехало. Экзотика прям какая-то. Пойду спрошу, может можно с ними? Здравствуйте. А можно с вами письками помериться? Да пофиг, в морду же за это не дадут. Надеюсь, что нет. Ну, посмотрим, на что вы тут способны. Эээ, мужик, мне сказали, тут на тачках гоняют, а не на ракетах. Ладно, ещё разок. А ты куда? Тормози, блин! Да чё вы там начетерили такого? И чё я там наездил? Походу, херню какую-то. Ладно, я понял. Мужик, далеко не уходите, я сейчас всё переколхожу и вернусь. Мы всегда вам рады. Приезжайте, Льсо. Заказ принят. Ожидайте. Мда, скучно. Час трогай поездить. Здравствуйте, новые органы. Сейчас я вас буду внедрять. Для начала надо новую глотку присобачить, чтобы автомобиль много и правильно питался. Какую-нибудь вот такую вот фигню что ли ещё приколхозить. Хотя нафиг она нужна, я один фиг в глушах сниму. Нехило бы в закиси полный багажник натолкать, чтобы как в форсаже. Надо ещё к механику зарулить, чтобы он там чё кого подкрутил куда надо. Здорово, мужик. Иди нахуй. Да это понятно. Можешь мне карбюратор накрутить, лысую резину обусть, снять каркас безопасности и баллон с нитро накачать. Уже сделано. Спасибо. Я погнал ещё на стенде протестируюсь. Так. Хрен знает, что всё это означает, но я должен был это сделать. Сейчас только ещё пружины с умным лицом подкручу в какую-нибудь сторону. Поснимаю всякое лишнее для снижения веса, естественно. И на таком вот красавце отправляюсь защищать свою честь и достоинство. Короче, мужик, я трезво оценил свой уровень и готов биться с худшим. Чё, пацан, готов оказаться порванным? Блин, линию пересёк. Ничего, я тебе фору дам. Это было слишком просто. Давай врага покруче. Засрал старт, сука! Блин, обгонит же. Обгонит же скотина. А пятница уже кончается. Реванш взять не успею. Вот и всё. Ладно, пойдём посмотрим, чё я за весь день накатал тут. Ну, неплохо же. Не последний, а для меня это почти победа. Недостающее время спишем на единственную неустановленную запчасть. Мужики, хочу реванша. О, а где все? Мужики, вы куда все смылись? Блин, пойду в райцентр метнусь, походу там шкерятся. Точно. Ты гляди на них, испугались моего гнева. Вы чё свалили? Я вас в следующую пятницу порву. Пошёл на хуй. Ну и хрен на них всех. Спать очень охота. До дома, наверное, хрен доеду. Переночую, пожалуй, на своей даче, которую я в карте у свиньи выиграл. Вот когда сюда электричество проведут, ни хрена ж не видать. Где хоть какой-нибудь источник света найти? О, вспышка на фотике. Ё-моё, дом где-то в другой стороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин